Здравствуйте, дорогие наши зрители! Здравствуйте, небесная цивилизация! Всех приветствую в этот славный торжественный день, в это чудесное время, ныне, которое для Сына открывается с великой силой и всегда послушно подчиняется каждое обстоятельство. Напоминаю, написано «свидетельство, и Иисусова — это дух пророчества, то есть то, что ты слышишь о произошедшем, это твоё пророчество о том, что тебе надо». А если говорить проще, что свидетельство, что пророчество — это одно и то же измерение силы Божьей. И когда ты воспринимаешь свидетельство, оно тебе помогает обнаружить себя в этом измерении, где всё произошло для тебя, и тогда происходят чудеса. Поэтому слушай внимательно. Римма. Пастор, хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваши молитвы. Я неоднократно обращалась к вам, просила молиться за детей, за сына, за сноху. У них всё шло к разводу. Но папа, он такой, папа — это просто невероятно. Он всю ситуацию обратил во благо. Они и правда развелись, но продолжали жить в одной квартире. Сын не уходил никуда, у них трое детей. И вот, по прошествии полугода, сноха сама предложила сыну расписаться и взять его фамилию. Двадцать лет их супружества она была под своей фамилией. Они тихо расписались. Вы знаете, у них сейчас такие отношения, как будто они только что начали вместе жить. Для меня это огромное чудо. Они стали ко мне приходить. Раньше она совсем ко мне не заходила. И ещё, папа, он такой, папа, мой сын стал ещё больше благословлять меня. До Нового года отправил меня в Египет на отдых. И всё сам оплатил. Сказал, что это мне подарок на Новый год. И там на отдыхе, даже на пляже, помазание действовало через меня. Люди подходили и спрашивали, «Вы целительница?» И просили, чтобы я исцелила. Даже в море подплывали. Это невероятно просто. Мои внуки, которым 6 и 8 лет, даже когда что-то у них болит или упадут, сразу же просят, «Бабушка, помолись!» И сразу получают исцеление. Пастор, ещё раз огромное вам спасибо! Конечно, это не всё. Многое ещё, конечно, произошло и происходит. Вечером звонит мама, говорит, что ей плохо. Давление высокое, не может сделать глубокий вдох. И она вызвала скорую. Я еду к ней. Говорю, что сейчас приеду, и всё пройдёт. И как раз должен начаться эфир. Приезжаю, а скорая ещё не приехала. Мы включаем эфир и начинаем дышать славой. Оля читает свидетельство. Давление начинает потихоньку снижаться. Потом пастор повёл в молитве, и мы с мамой погрузились вместе с ним. Горячий ветер приятно обдувал всё тело. Это было потрясающе. Через какое-то время маме стало легче. Получилось делать несколько глубоких вдохов. И она сказала, чтобы я звонила в скорую и отменяла вызов. Они попросили померить давление. Оно уже стало намного ниже. И пожелали больше не болеть. Аллилуйя! Спасибо вам, мои драгоценные пасторы Андрей и Оля. Слава отцу! Ольга. Сегодня во время эфира я вдруг стала проверять свои зубы. Несколько десятков лет болели и кровоточили дёсны. Зубы шатались. Абсолютно все. Несколько из них даже были удалены здоровыми, так как дёсны их отторгали. Сегодня стала пробовать их раскачивать. А они сидят крепко. Даже не знаю, когда получилось исцеление. Давно или недавно. Теперь пора расти отсутствующим зубам. Нелли. У меня интересное свидетельство. Так случилось, что мы взяли туры. Нас 10 человек. Не совсем подходящие нам по срокам. Других вариантов не было. Очень хотели наши новенькие из Молдовы попасть ещё и на экскурсию. Я даже написала об этом нашему дорогому пастору Андрею. Можно ли что-нибудь придумать, чтобы мы попали на экскурсию? Но нам не хватало одного дня. Андрей коротко написал. Вы всё успеете. График не сложился по датам туров. Но мы до домашки говорили, что всё получится так, как хочет сын. Я держала эти слова внутри себя. И произошло внезапно изменение даты туров. Отменили рейс вылета из Молдовы и сместили даты. И теперь мы успеваем и на экскурсию так же. Спасибо, дорогой пастор Андрей, за ваше сильное слово. Оно работает колоссально. Анара. Я не писала такое славное свидетельство. Моя дочка, сейчас ей 12 лет, с трёх лет страдала аллергией. И всё это время она должна была пить антидистаминные препараты, мазать кортикостероидные мази, придерживаться диеды. У меня все деньги на это уходили. Надо было покупать дорогую миндальную муку, берёзовый сахар через интернет. И всё равно она страдала и не могла дышать. Задыхалась и неделями лежала в постели. Отец положил на сердце, что я вместе с дочкой прямо садилась за стол на кухне с причастием. И я ей прямо из Библии читала и напоминала ей, кто она есть. Она есть Бог. Включала вместе с ней утреннюю разминку с Андреем и Олей и принимали причастие. Я не шучу. Сейчас она ест, что хочет, когда хочет и как хочет. Она уже забыла, что была когда-то больна. Боже мой, почему я это не написала давно? Наверное, я тоже уже забыла, что имела такие декорации в нашей жизни. Аллилуйя! — Наталья. — Хочу засвидетельствовать о чуде. Купила тур на школу Павла, а дома ремонт капитальный. Была уверенность, что денег будет предостаточно, ещё останется с избытком через край. Хотя дела обстояли по-другому. Пришла сумма, неожидаемая совершенно, и для меня большущая, в четыре раза больше стоимости тура. Аллилуйя! — Спасибо, отец! — Сауле. Моё свидетельство. Решили молиться за вещи на домашке и сразу пошли исцеление. Одна сестра принесла платочек женщине, у которой сахарный диабет и гнили пальцы на руках возле ногтей. Есть фото, где пальцы опухшие, красные, с гноем. Она обвязала пальцы женщины и помолилась ещё раз. На следующий день отёки сошли и гнойные места покрылись корочкой. Потом эта сестра простудилась сильно и весь свой выходной пролежала в постели. Но нужно было выходить на работу, тем более у неё ключи и деньги на продукты. Она поваром работает. И вот утром встаёт на работу, а её шатает, и муж предлагает отвезти на работу её, чтобы она отдала ключи и деньги. А перед выходом она вспомнила про намоленную тунику, тёплую, и надела её. И говорит, что когда села в машину, то как будто пелена сошла с глаз, и что-то вышло, и болезни как и не было. Проработала весь день. Я и сама почувствовала что-то не то с желудком ночью. Вспомнила про намоленный шарф широкий и постелила под себя. Что-то произошло, как будто желчь к горлу подступила, побежала к раковине, но нет никакой рвоты, легла назад, и всё норм, как будто и не мучилась целая часть желудка. Спасибо нашим любимым пасторам за учение, за практику. Анна Тай. Спасибо огромное, пастор Андрей, что нас учите. Проснулась в 4 часа утра и читаю «Мышление Животворящего Духа». Будет больше. Потоки Божьи вселяют энергию, радость. Да, это всё легко. И радость стройная, и избыток её, когда хочешь молиться. У Иисуса тоже была ноша взять свой крест на себя. Значит, ответственность на себя. Если не получается с людьми быть на одной волне, в полном понимании гони их подальше. Спасибо. Для меня это очень вовремя. Когда начала проходить курсы созерцательной жизни, отец стал со мной общаться. Анна Тай. Сейчас придёт мужчина или женщина, садись и пиши. И говорит и диагноз, и лечение. То есть, что я должна сделать больному. Сейчас он или она зайдёт. Ты не отказывай. И он или она заходит. Я начинаю осмотр. Жалобы спрашиваю. Многие назовут одну-две жалобы, а когда начнёшь по всем органам задавать вопросы, жалоб много. Я всё проверила. У отца всё правильно. Поэтому я выполняла всё. И ещё ставила в проповеди Андрея, нашего любимого пастора, без звука, пока идёт лечение. Больному говорю, как можешь, молись, проси у Бога и спи. В основном, при тяжёлом состоянии, все слушаются и выздоравливают. У меня очень плохой слух, и с таким плохим слухом я всё делаю от Бога. И вы должны верить. Есть люди, которые действительно верят, и они выздоравливают через один-три дня. Отец исцеляет. А есть другие люди. Отец скажет десять или пятнадцать дней что-то делать, а они не выполняют. Через семь дней уезжают, потом месяца через два снова приезжают и жалуются. Я прилетела в Москву, чтобы учиться на курсах. Там я свой телефон ставила им и сама не могла ни читать, ни слушать уроки и эфиры. Вот в Москве верующие из небесной цивилизации заболели. Тоже не очень послушные. Чуть помолились и всё. А проповеди Андрея не слушают. А я старательно делаю всё, что отец сказал. Главное, что плохо от того, что я плохо слышу, они кричат унизительным тоном. Я вблизи слышу хорошо, а издали не слышу. Из-за этого получаешь такое унижение. Я была так подавлена, но мне стало легко, когда услышала, что было с Иисусом. Я не буду общаться с такими людьми. Спасибо, Андрей. Спасибо за текст проповеди Андрея. Я закончила медучилище и мединститут. Я врач со стажем 53 года, а сейчас я на пенсии и работаю. Свободный человек. Чтобы учиться, живу в арендованной комнате в Москве. Поэтому отец мне даёт такие поручения. Как же много больных и очень тяжёлых исцелились благодаря учению Андрея. Раньше я с отцом не общалась, не знала, не понимала. Спасибо вам огромное, пастор Андрей. Слава отцу. Благодарю. Отец сказал, что вы от него. Это очень радостно. Галина. Нуржамал, спасибо за молитвы. Сегодня ходила на узи груди. Я не знаю, может быть совпадение, но доктор очень опытный мне сказал, что ничего не видит, кроме маленького лимфоузла. И то, совсем другой части груди. И что он может рассосаться через пару дней. Это чудо моего Всевышнего и ваши молитвы. Спасибо. Ася. Мое свидетельство. Для поездки в Турцию мне пришли 400 тысяч тенге. Я просто в шоке и в восторге. У меня нет слов. Отец, он такой отец. 15 минут назад пришли деньги. Я ликовала так, что соседи, наверное, перепугались. Спасибо, папа. Чтобы вы понимали, моя зарплата 100 тысяч тенге. Спасибо, любимый пастор. Спасибо. Ваше откровение работают. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Елена. В августе сын оплатил мне коммуналку. Сегодня звонит, спрашивает о моих делах и так далее. Рассказывает, что у него появился хороший заказ на крупную сумму. Я очень порадовалась за него. Говорю ему, ты оплатил мне коммуналку, я перешлю тебе эти деньги. Сын говорит, мама, ты что, я уже забыла об этом? Ты мне теперь высылай каждый месяц квитанции и я буду платить за тебя. О, мой отец, какой ты чудесный. Спасибо большое, любимый отец. Спасибо большое, мои любимые пастора Андрей и Ольга, за все курсы, за торжество, за все огромное спасибо. Ирина. Пастор Андрей, спасибо за 13, 14, 15 уроки. Мне стали приходить идеи бизнеса, все записываю, но стала понимать, что нужно нанимать работников. Я точно одна со всем этим не справлюсь. Теперь делаю зеркало славы, что я господин жатвы и все хотят работать у меня, что я хозяин виноградника и выхожу нанимать людей. Я же и отец одно. Еще за последний месяц сдвинулся с места проект, под который год назад открыла фирму. Пока только два клиента, но это прогресс. Год не могла решиться. Думала, что не хватает профессиональной компетенции. Я теперь поняла, что моих знаний вполне достаточно. Главное – управлять. Еще свидетельство. Недавно советовалась с мужем по бизнесу, как раз рассказывала, что взяла клиентов наконец-то, как я буду этим всем управлять, а он вдруг стал говорить о страхах каких-то и прочее. Я была в недоумении, потому как раньше всегда советовалась с ним. У него большой правилетический опыт на работе. Даже подумала, может, я что-то не то делаю. А потом меня осенило. Как же сильно изменился мой мозг, нейродизайн моего мозга. Я теперь вижу больше и шире, чем мой муж. А раньше я видела более узко и меньше. Я так обрадовалась. Вот мой золотой ковчег заработал. Моя золотая голова, мой мозг золотой, путевка моя в жизнь. Аллилуйя! Спасибо, пастор, за то, что я уже другая. Теперь все будет получаться. Елена. Как-то давно мне подарили духи. Я использовала больше половины флакона, а потом их забросила. Стала пользоваться другими. Так они и стояли у меня. Подруга, когда приезжает, пользуется ими. И вот вчера вдруг она говорит, продай мне остатки духов. И назначила свою неплохую сумму. А я, от удивления, даже присела. Говорю, Наташа, вау, мне как раз нужно что-то продать. Подруга, не в теме про наш курс. Я как раз просила отца показать мне, что продать. И вуаля! Меч Соломона в действии. А еще, помимо основной работы, у меня есть подработка. Я продаю свои услуги, и люди охотно платят хорошие деньги за хорошо выполненную именную работу. Елена. Мой кот вчера порвал шкурку на груди об забор. Рана была очень глубокая, рваная. Я обработала перекисью водорода. Он убежал от меня и не давал больше ничего делать. Я съездила в город и по дороге назад размышляла, что делать дальше. Держать и что-то одновременно делать я не могу, ему больно. По приезду увидела, что кот лежит на втором этаже на одном месте и не двигается. Я хотела опять обработать ранку, но у меня пришло понимание. Гладь и высвобождать душ животворящий. Так я подходила несколько раз и провозглашала исцеление и жизнь тканям. Кот пролежал сутки на одном месте. Сегодня попросил кушать и смотрю, спустился по лестнице, не хромая, но осторожно. После молитвы решила выстричь шерсть для обработки раны и ничего не обнаружила. Как будто ничего у него и не было. Кот без раны крови. Слава Богу за такие чудеса. Я думаю, Бог нас любит больше, если такое с животными творит. Света. Хочется все время благодарить пастора за этот курс. Просто бомба. Заметила несколько изменений за время прохождения курса. Первое. Пришла смелость и дерзновение. Раньше я всегда хотела иметь что-то свое и еще 15 лет назад приняла решение. Никаких работ на дядю. Только в виде исключения. На 1-2 месяца. Если вдруг прижмет. Потихоньку зарабатывала. Разные идеи использовала. Но всегда боялась большого бизнеса. Все, что большое и глобальное, обходила стороной. Теперь же мне захотелось именно такого. Второе. Активизировалась мозги. Начала мониторить рынок. Изучать спрос. Продумывать разные идеи. Третье. Подтверждаю, все работает, если начинает работать голова. Теперь свидетельство. Еще до того, как прошла определенные уроки по продаже, провернула одно дело. Знаю, что это помазание помогло, которое здесь действует. А так как мы вне времени, но дух один, то все начало происходить раньше, а уроки как будто подтверждают и утверждают высвобожденное слово. Когда в Украине приняли закон о беспроцентной растаможке, я приняла решение ехать за машиной для сына, чтобы он мог попользоваться и в случае чего выгодно продать. У меня права 10 лет. За это время я ездила за рулем всего один год на автомате, и это было 4 года назад. Денег было только полсуммы. В машинах я не разбираюсь, и как ее купить за границей, понятия не имею. Ночью получила от Бога совет. Позвони друзьям в Польшу. В итоге друзья продавали свою машину, пригнали мне ее до границы, а дальше я походу училась как ехать на механике. Заметит, что я даже не понимала как назад сдать. Забыла поинтересоваться. Машина не знакомая, телефон сел, языка польского не знаю, даже спросить не у кого было. И это все на границе, на постах. В итоге пригнала машину, сын поездил, через 3 месяца убедила его продать, вложить деньги в бизнес. Продала машину, прибыль от 1900 долларов. Теперь вкладываю в бизнес. За эти месяцы много чего нашлось для продажи и продалось. Идея на подходе. Мозги зашевелились активно. Спасибо тебе, пастор, за активацию. И спасибо папе за помазание. Лариса. А у меня такая смешная способность есть. Как только я захожу в любой пустой магазин, покупаю, сразу за мной собирается хвост покупателей. Сегодня пришла в пустой зал почтового отделения. Пока разбирались, оглянулась. Полный зал народу. Одна аптекарша всегда звонила мне по вечерам, просила посидеть у нее в зале на табуретке. Поболтать было невозможно, так как сразу набирались покупатели. Потом она призналась, что специально меня звала, так как без моего присутствия аптека была пуста. А сегодня встретила свою давнюю знакомую. Она торговала носками. Покупателей не было. А из машины за нами наблюдал брат из нашего светильника. Я хотела с ней поболтать, но налетела толпа людей. Начала жадно покупать носки, как будто в жизни носков не видели. Брат сказал, что так и знал, что сейчас соберутся, и тихонько смеялся в машине. Я ей сказала, что у меня такое помазание, но она ничего не поняла, и вид у нее был такой озадаченный, что она даже попрощаться забыла. Зоя. Мне сын закачал в телефон одну из криптоплатформ, и я там купила на 30 долларов одну из монет. Заглядывала редко туда, но когда заглянула через 8 месяцев, то была удивлена. Спрашиваю у сына, это что, мои деньги? 6 тысяч долларов? Он начал смеяться и говорит, это все твое, снимай быстрее, а то падать начнет. Так я снимала каждый день. Вывод, за что сын не возьмется, будет прибыль, как наш пастор Андрей и говорит. Алена. Помните, я писала, что мама, свекровь, 71 год, узнав, что жить будет всегда здесь на небесах, решила мечтать и воплощать в жизнь все свои желания. Она пошла учиться на водителя, теорию сдала сразу, а вождение сегодня на какой-то там раз. Водительские права теперь имеет. Благодарю отца Андрея и Ольгу. Благодарю всех, кто погружал маму в поток духа животворящего и желал успеха. Папа крутой, отец, такой отец. Зоя, все проходят курс, а я что-то не успела записаться, и я только читаю свидетельство в чате, учусь по вашим словам, и помазание творит. У меня появилось желание начать свое дело. До этого занималась парикмахерским искусством, но бизнес сошел на нет. Не хочу я быть лопатой, хочу управлять. Решила открыть аптеку в своем поселке, так как их нет у нас совсем. Начала в этом направлении читать, искать информацию. На днях нашелся партнер. увидела его на улице. Он в бизнесе уже 20 лет. Предложила 50 на 50. Уже вечером позвонил и дал согласие. А в чате разговорилась с продавцом в аптеке. Оказывается, она открывалась тоже, но что-то не пошло. И у нее стоит готовое оборудование для аптеки, сделанное по индивидуальному заказу, еще компьютер и так далее. Она согласилась нам продать со скидкой. Еще поможет сделать лицензию. Славься отец! А фармацевтов у нас тоже поискать еще надо. Так вот, женщина, которая работала в местной аптеке, собралась уезжать, продала дом, но перед отъездом вышла замуж, осталась в поселке и согласилась у нас работать. Вот такие чудеса! В общем, собираю документы на оформлении ИП. Единственное, помню, как-то Андрей говорил, пока ничего не покупать, а мы купили мне машину, и теперь немного не хватает финансов. Мы машину выставили на продажу, потом лучше купим. Ольга, я хочу поделиться, как выполнила задание 14-го урока много старого местами ржавого железа. Пришла мысль сдать его людям, которые за это готовы что-то заплатить. Мы с мужем и детьми собрали весь этот хлам с участка и сдали на 47 тысяч рублей. Вау! Это было такое открытие для меня! В результате мы очистили участок, еще и заработали на этом деньги. Спасибо, Андрею, за наши открывающиеся глаза. Гузель поехала осуществлять квест в местность, где не была лет 15. Денег только в один конец, а я собираюсь вернуться. Уроки в действии. Аллилуйя! Слава отцу! Папа проплачивал телефон. Спасибо, отец! За гран-паспорт стоит 5 тысяч рублей. Через госуслуги подала 3,5 тысячи госпошлина. Уже хорошо. И папа дает 4 тысячи. Все интересней. Слава отцу! Продажа квартиры. И я бомж без 5 минут. В первом уроке это лучший кандидат в миллионеры. Процветание избрание. Дальше месяц жить где-то надо. Встречаю знакомую. В этот день ей надо было уехать. По какой-то причине не уехала. Разговорились. Она продает квартиру. И пока нет покупателя. Я вселяюсь. Аллилуйя! Слава отцу! Мне сказали не продашь квартиру. Много таких. Может и много. А моя одна. Шестерым показала седьмые покупают. оформляется сделка. И все это дерзновение и смелость. Пример и курсы. Ресурс. Люди работают. Продажи работают. Дальше только больше чудес. Ольга. Я забыла в корзине моего велосипеда дамскую сумочку. Там находились все мои документы. Водительские права, банковские карточки. Для меня это было сильнейшим шоком. Моя молитвенная группа и многие друзья подключились к молитве. Мы знали, что документы вернутся, только я не знала когда. Вчера мы опять в группе молились и благодарили за возвращение документов. Стояли и созерцали. Сестра сказала, завтра получишь документы. Я, конечно, была рада, но верила на 99%. Но верен владыка отец. Сегодня по почте пришел конверт, а там мой кошелек со всеми документами, даже банковские карточки. Спасибо всем, кто поддержал. Спасибо, отец. Ты такой отец. Алена. Мой муж продал три машины своих знакомых, как только мы приехали в Украину. Все легко и с осознанием, что купить должны у него. Сарафанное радио разнесло молву, и ему начали звонить и просить продать еще, еще и еще. Но у нас были уже другие планы. Отец благословил и продолжает нас благословлять. Мы в потоке, все работает. Мир Сына Божьего прекрасен. Сейчас мы в предвкушении нового. Управление наша тема. Елена, делюсь своими успехами в продаже. Проанализировала свои активы. У меня есть автомобиль, хороший вкус к стилю одежды, знакомые, которые имеют свои магазины с одеждой и мои знакомые, которых интересует стиль. Я договорилась взять одежду под реализацию. Чуть сделала свою накрутку и предложила сервис с доставкой модной одежды для моих знакомых. В итоге сама заработала, порадовала клиентов и реализовала товар девушки, которая имеет магазин. Есть заказы на дальнейшую работу, а у меня зреет новая концепция, как можно работать с предпринимателями. Лилия Два месяца не проходила воспаление десны седьмого зуба. Было очень больно, обошла восемь врачей. Оказалось, неделю назад только определил врач, что кость из десны торчит, есть заражение. До остеомелита не дошло, но это опасный диагноз. Врач сказал, что пока не подпилить кость не пройдет. Просила Орвик молиться. Группу Нуржамал Ходатев. Тогда еще диагноз не был поставлен, просто от боли уставала. Три дня назад все прошло, боли не стало. Сегодня сделали фото, врач сказал, десна над зубом закрылась. Отпиливать кость не надо, а ведь ухо, челюсть, лимфоузел болели. Врач к сожалению не поверил, так и думает, что я у другого доктора отпилила. Сказал, чтобы я теперь приходила к нему только с разрешения доктора, который корень зуба лечил. Он не знает, что я у восьмерых была, а исцелил Бог. Аллилуйя! Людмила, я с вами только два месяца зарегистрировалась на школу Павла в числе первых, подключилась к спонсорству по мере возможности, дала запрос на участие в медиаслужении. Сердце горит все больше и больше для нетленной жизни в сыностве здесь у нас на небесах ныне. Последние полгода моя старшая дочь с верой и молитвой как могла сражалась с декорацией под названием Лимфома. Все мои попытки приобщить ее к небесной цивилизации отвергались в виде трансляции пастора и даже свидетельства и молитвы в эфире не хотела принимать говорила, что ей это движение не идет. А я продолжала молиться и провозглашать истину, что декорации уходят. Верила и сама из-за нее и вместо нее Бог давал ей благодать проходить курс химотерапии а мне любить и продолжать молиться и радоваться как будто в виде невидимое это было и есть сверхъестественно. И вот три дня тому назад мою молитвенную просьбу передали в купальню. На этот момент как раз у дочери еще обнаружили и ковид. Курс химотерапии прервали так как поднялась температура и были очень плохие показатели крови. Тот же день как молитвенная просьба ушла в купальню у дочери ушла декорация температуры без единой таблетки хотя до этого она пропила три курса разных антибиотиков и они не дали нужного результата а сегодня пришел результат пункции из костного мозга который делали неделю назад заключение лимфомы нет сегодня как раз третий день как наша молитвенная нужда была отправлена в купальню сила воскресения духа животворящего в действии я имею свидетельство внутри себя что костный мозг дочери исцелился именно в купальне чудесным образом и так же это чудо произошло и с образцом который был в то время в лаборатории сегодня когда я слушала свидетельство из последней трансляции пастора Андрея я принимала полное восстановление каждой клетки крови моей дочери Ники после курса в химиотерапии как раз Оля молилась о клетках крови как они наполняются светом и восстанавливаются и я проняла для моей дочери полное восстановление всех показателей крови после химиотерапии и еще у меня шум ухи прошел который полгода мучил и идет процесс восстановления зрения потому что ловлю себя на том что пишу мелким шрифтом в телефоне и забываю очки надеть слава отцу аллилуйя Ирина пару лет назад я свидетельствовала о том что у внука исчез гидронефроз сегодня он ходил на УЗИ и опять подтверждение что гидронефроза нет отец ты такой отец так же и с колобомой врачи говорили что к 18 годам он может ослепнуть а вчера были у кулиста и заключение что зрение не падает внуку 16 лет Светлана я два года внимательно слушаю все-все дорогая небесная цивилизация слушаю вас Андрей и у меня такая чудесная жизнь хорошее настроение несмотря на то что я живу в Украине у меня высокоплачивая работа проявилась дочка выиграла творческий грант стипендии в размере 18 тысяч гривен в месяц дочке пришла зарплата из Берлина 3000 евро из Голландии 240 евро и много других хороших событий мы на небесах спасибо большое за ваши трансляции я из Полтавы Украина и просто влюбилась в то чему учит Андрей такое освобождение и такая свобода в жизни финансовые благословения и многим братьям и сестрам я указываю на отца в лице Андрея и еще раз спасибо за ваше течение в духе святом Катерина у меня свидетельство про растения я зимой всегда открываю окна и проветриваю квартиру потому что топительные радиаторы очень горячие и квартира сильно нагревается и забыла убрать цветы с подоконника два цветка подмерзли у одного растения половина листьев как серые тряпочки повысили а другой цветок вообще все листья сбросил дочка огорчилась очень потому что в основном она занимается цветами в доме сказала что в освободившиеся горшки посадят другие растения но я не спешила освобождать горшки я обняла горшок и попросила у цветов прощения за свою халатность а потом сказала что корни живы и высвободила поток жизни на другом растении брала в ладоши каждый листик тряпочку и разговаривала с цветком называла листья зелеными и высвободила жизнь затем полила их теплой водой и провозгласила ее водой жизни через несколько дней в первом горшке выросли маленькие листочки а на другом листья тряпочки выпрямились и стали зелеными только кончики чуть-чуть сухие халилюя слава отцу цветы реанимированы Юдмила чудеса стали повседневной реальностью жизни средняя дочь в пятницу пишет что муж потерял ее паспорт брал чтобы ребенка зарегистрировать а в понедельник паспорт очень нужен для оформления субсидии я помолилась высвободила ангелу и уверенно заявила паспорт вас ждет через полчаса паспорт нашли в кармане куртки вчера младшая дочь пишет что потерялась у бабушки кошка уже больше трех дней не приходит домой а у них сильные морозы бабушка уже и не ждет ее очень расстроилась а я уверенно говорю кошка вернется через 10 минут радостная и очень удивленная дочь пишет что кошка вернулась маленькие чудеса дня ныне светлана и хоть декорация иногда напоминала о себе но у меня не было страха и только через полгода я узнала что эта сестричка слушает пастора Андрея и теперь я знаю что смерти нет в моем сознании и тогда у меня была уверенность в этом но я не знала что это само помазание подсказывало мне и вот уже целый год я не принимаю никаких лекарств слава отцу спасибо всей небесной цивилизации спасибо что вы есть и особая благодарность Андрею и Оле Анна хочу поделиться радостью откровения где-то лет с пяти у меня появилось осознание что я хочу домой я скучала томилась и не понимала где он мой дом мои родители ходили в баптистскую церковь в подростковом возрасте стала осознавать что это религия и я погрузилась в депрессию и отказывалась ходить в церковь мои родители стали меня за это избивать и оказывать всяческое давление психологическое насилие но я была готова все это терпеть только бы в церковь не идти потому что не могла вынести постоянной трансляции страданий и греха лицемерия но Бога я любила и всегда мечтала об отношениях с Ним но понимала что в церкви этого я не найду в 17 лет было первое прикосновение Духа Святого тогда ощутила отца в своей жизни и приняла Христа как спасителя но жажда вернуться домой не покидала и депрессия вернулась только еще хуже жить совсем не хотелось 19 лет ушла из церкви ушла искать совершенной любви почему-то всегда я знала что мой дом там где отец небесный а он это совершенная любовь путь домой был почти 30 лет и когда я стала слушать проповеди Андрея и его курсы я осознала что я наконец-то дома здесь на небесах я услышала наконец что Бог меня любит что я совершенна я Сын Божий посаженный на престоле и я обрела великую радость наслаждение и покой что путь мой закончен для меня всегда было важно услышать и пережить любовь отца благодарю отца за вас Андрей и Оля за такое служение за исцеление сердца и возвращение меня домой Елена свидетельство славы отца у моей дочери с детства был диагноз сколиоз второй степени мы делали постоянно массажи но результата не было сейчас ей 24 года и она сильно сутулится в понедельник 8 января мы вместе с дочерью смотрели эфир где пастор Андрей говорил про спину что спина исцеляется с того момента дочь заметила что у нее получается ровно держать спину а когда сутулится по привычке спина и плечи сами расправляются вчера она говорит что ей легко ходить с прямой спиной сутулости нет ура слава отцу декорации оставляют наши нетленные тела благодарю наших невероятных пасторов Андрея и Олю очень вас любим всей нашей семьей вы самые лучшие спасибо отцу за вас Марина дорогой пастор разве у вас есть темы не мощные я в небесной цивилизации меньше года уже пересмотрела много видео те что за последний год вообще все свидетельствовала как вернул меня к жизни воскресший смех но я обнаружила огромный пробел в темах помазания и нетления сейчас пересматриваю их чередуя между собой а мужу в это время выдали материальную помощь в размере половины зарплаты а сыну неожиданный аванс признаюсь только вам что я в духе ходила к руководству завода где работает муж чтобы ему дали эти деньги и освобождала финансы на фирму сына чтобы ему дали этот аванс я свидетельствую что все чему учит наш драгоценный пастор работает да нужна практика практика и еще раз практика спасибо вам дорогие наши пасторы Андрей и Оля спасибо отцу за вас слава 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 ему благодарю благословляю вас и всю нашу небесную цивилизацию вы все так поддерживаете ободряете оставляете так здорово что вы есть люблю всех Людмила Оля спасибо вам и пастору Андрею за ваше служение сердце ликует слава отцу нашему могу делать даяние и славы я очень счастлива что я с вами и у меня идет быстрый процесс восстановления во всех сферах с дочкой отношения наладились с долгами рассчитываюсь сын домой приехал в бизнесе продажи есть как же хорошо быть с вами в потоке